господа я готов записать комментарий к новому альбому давайте начнем детишки на фоне озера на мой взгляд кадр чрезвычайно позитивный несмотря на то что композиционно почему-то здесь у нас места меньше здесь у нас место больше вот это темное дерево меня смущает немножко не в тему но в целом и идея кадра хороша и момент пойман замечательно и непринужденные позы и в принципе настроение от кадра очень хорошее чуть-чуть бы его технически подтянуть и было бы очень приятно но в целом фотографии на мой взгляд но вот исключительно позитивная александр ким уже известный человек у нас в группе у него всегда хорошие фотографии ну что здесь можно хвалить у нас есть чудесный объем в кадре есть прекрасный первый план за счет вот этого выступа и людей на нем стоящих есть замечательный средний план среди чуть менее контрастных вот этих вот сопок и дальний план сильно теряющий в контрасте это дальние горы фотография объемная фотография хорошая сюжет немножко конечно банальный но я не боюсь банальных сюжетов фотографию рассматривать чрезвычайно интересно можно даже напечатать на стенку классный кадр эта фотография очень многим понравилась а я ее покритикую потому что конечно же эмоция поймана замечательно и возможно момент пойман неплохо но давайте посмотрим вокруг что это за асфальт вокруг что это за ерунда на которой висит девочка вот эта цепь очень тяжелая черный задник тяжелый то есть у нас ребенок катается на какой-то штуковине я не знаю что это такое устройство для бодибилдеров или это детский реквизит но в любом случае у нас подобная фотография как минимум должна отвечать на вопросы кто где что делает кто понятно что делает понятно катается где это что это тюрьма это площадка для тренировки военного спецназа где находится ребенок нигде находится ребенок соответственно девочка поймана в хороший эмоциональный момент но фотограф вообще не позаботился об окружающем пространстве вот это вот черная фигня на которой девочка висит вызывает ощущение что но никакого отношения к детскому инвентарю она не имеет ощущение что нацисты тренируются на ней не знаю чему-нибудь нехорошему поэтому ну я не назову эту фотографию хорошая она чрезвычайно недоработана травинка ну слушайте до травинка что про нее еще сказать наверно было удалить но я не удалил в целом мог бы быть неплохой кадр но здесь нет определенности в диалоге то есть девочка смотрит на лошадь лошадь смотрит на девочку и я не очень понимаю что здесь происходит солнечно да цветочки красивые да но вот диалог не складывается то есть здесь хочется если бы девочка не смотрела на лошадь а собирала букетик было бы в 10 раз лучше понимаете ну разве трудно было бы сделать такую фотографию вы хорошо выбрали место но плохо поработали с моментом съемки не поработали вообще ночная съемка ну вы молодцы чтобы осуществили ночную съемку но говорить о том что она чрезвычайно интересно я бы не стал то есть таких фотографий даже не тысячи а десятки и сотни тысяч мне кажется что в ней нет ничего выдающегося я не знаю да для 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 пробы ночной съемки наверное неплохо говорить о том что это фотографии несет в себе какой-то художественный эффект наверное неправильно неправильно но именно как вот положить в домашний альбом пробу ночной съемки по моему по моему нормально оставил этот кадр ради прикола потому что вот люди пишут здесь фото ужас зато не три зато не три попы хорошо что вы запомнили эту цитату не знаю мне вот собачка понравилась в одежде мне понравилось как девицы смотрят на фотографа смотри смотри какой пацан смотри о какой пацан держи меня сейчас я брошусь не знаю глупость конечно эту глупость интересно рассматривать вот попить таки девушка почти голая собачка одетая не знаю оставил оставил ради прикола кошка и рыбак 20 лайков ну в целом есть на что посмотреть есть даже некое подобие первого плана есть средний план есть закат есть переход по яркости от темного к очень светлому но я бы сказал что в такой фотографии на первый план выходит фаза движения рыбака то есть тогда если вы делаете такую фотографию ищите момент заброса момент когда он подсекает рыбу чтобы мы во что-то включились а то сейчас у вас по фазе движения непонятно что делает кот непонятно что делает рыбак и элемент это вы в кадре расставили а фаза движения не дождались никакой вот я хотел сказать про эту фотографию вы понимаете что вся вот эта нижняя часть и конструкция выглядит чрезвычайно агрессивно потому что вот этот вот штырь сходящиеся к нему огромные паукообразные ноги и ребенок на двух тесенках ощущение что на этот штырь он и наденется потому что фотография как бы объема в ней не чувствуется и она выглядит как плоская проекция вот штырь а вот ребенок на тесенках который туда-сюда летает но вот летя вниз куда он прилетает он прилетает на штырь очень агрессивная и я не понимаете не не вижу смысла в подобной детской фотографии она больше вызывает отторжение смотрите 13 лайков кадр может быть был бы неплохим потому что вы пытались в одном кадре объединить вот эту милую девочку с огромным монументом посвященным огромным жертвам и войне но у вас самого то смысл этой фотографии не напрягает какое отношение эта девочка имеет к жертвам войны то есть вы войну и человеческие жертвы и вот этот ужас который здесь обозначен совмещаете с ребенком вы чего хотите добиться вы хотите добиться чтобы мы сочувствовали матери потерявший сына или девочки которые на этот ужас смотрят то есть вот меня интересует смысл этой фотографии я не говорю про то что она композиционно очень зажата вот но вот именно смысл меня очень сильно напрягает размазался поезд от короткой от длинной выдержки ну хорошо размазался цвет вот мне синенький нравится из этого хочется какой-то постер сделать такой от черного к синему переход если немножко по-другому откропить то можно сделать такой просто арт постер не хватает немножко здесь технического качества если бы у вас было менее шумное изображение и побольше из него можно было бы вытянуть можно было бы сделать красивый постер на стенку да хорошая фотография очень интересная нравится людям мне тоже нравится интересно рассматривать ее комментировать ничего не буду кадр вполне интересным явно снято на пленку вот но скажем так большого интереса я в этой фотографии не вижу потому что нет пространства вокруг без окружающей природы этой фотографии смысла по сути дела не имеет одри хэбборн в российской провинции ну стилизация понятна но я бы не сказал что эта фотография удачная фотографы здесь не сделал ничего а девушка может быть симпатичная ну как бы да как бы виноградник как бы солнце высветлили низ притемнили вверх не могу сказать что эта фотография мне сильно нравится глубины на этой фотографии и объема не возникают жанровый портрет ну смотрите 6 лайков фотография особенно не нравится а мне например она любопытна такой человек теряющийся человек странного внешнего вида сморщенный который хватается за голову теряющийся в белых колоннах в принципе если бы немножко продолжить ее направо и сделать человека в центре кадра чтобы он не вправо был смещен а просто нарочито в центре мог бы быть неплохой жанровый портрет вот хорошо только я не понимаю почему такая странная компоновка почему у нас вот эта часть кадра вся пустая эта часть кадра забитая деталями а здесь мы что должны увидеть вот мы начали отсюда увидели девушку посмотрели как расходится рубашка увидели волну и пришли 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 куда никуда ну отрежьте тогда сделайте квадрат вот эту часть отрежьте тогда будет хоть что-то понятно а так я не понимаю почему вы так скомпоновали кадр орель орель ну я не знаю по-моему любопытная фотография хорошо скомпонованная есть цвет есть глаз есть клюв вряд ли она имеет какую-то художественную художественную ценность поскольку поскольку не несет в себе сюжета но орел впечатляет я не знаю просто ее нужно комментировать в другом ключе как фотографию другого стиля не художественную а скорее такую как постер оформление у нее немножко другие законы да в смысле художественного здесь сюжета нет в смысле такого технического постера да вполне любопытно хотелось бы побольше технического качества от фотографий чтобы например все вот эти перья читались еще лучше и еще объемнее в таком уж случае а так да неплохо девушка в траве вот знаете у меня меня сразу не понимаю вот эти вот пугающие отростки в сторону девушки направленные меня смущает меня смущает что попой сидит в траве я не знаю сыра там сухо муравьи там или что там меня смущает огромная вот эта лохматость травы с правой стороны то есть да вы посадили девушку но она у вас в абсолютно недружелюбном окружении в каких-то травяных кустах с какими-то стремящимися к ней странной формы побегами то есть вы как фотограф здесь ничего не сделали совершенно да я читал что это сделано при помощи фонарика и лежащего шара это безусловно любопытно но опять таки с точки зрения сюжета здесь по сути нечего комментировать хороший репортажный кадр жалко конечно что вот здесь у нас перекрыт левый угол но в принципе наблюдать за женщиной в момент дождя любопытно и народу нравится 37 лайков мне нравится 15 лайков такой у нас жанровый портрет в интерьере в принципе это могло бы быть частью какой-то фотоистории мне очень нравится что вокруг персонажа у нас много объектов рассказывающих о нем историю это безусловно подкупает не могу сказать что такую фотографию можно повесить на стену она довольно мрачная и тяжелая вот но в принципе как работа фото журналиста как часть фотоистории она вполне могла бы быть да еще нравится естественный свет и то что вы технически смогли его отразить очень нравится вот эта вот тень под стулом то есть нравится именно естественность этого кадра без всякой там подсветки отражателей и так далее два лайка сильно ну смотрите что вы сделали хорошо вы пытались снять портрет вы вы нашли контровой свет который вот здесь сделал блик у нас это правильно но вы не очень удачно выбрали ракурс для девушки у нее почему-то вот ухо здесь торчит немножко что наверное нас немножко смущает ну с портретом можно было бы поработать и более аккуратно скажем так видно что вы пытались я не скажу что это эта фотография не имеет под собой какой-то работы вами проведенной но она к сожалению не увенчалась успехом в данном случае человек и динозавр ну есть некий диалог между этим существом и этим существом но интересно ли его рассматривать с точки зрения фотоискусства наверное не очень ну ну кому нужна эта фотография динозавру наверное да человеку наверное нет не могу сказать что любопытно портрет в интерьере не так плохо мне нравится что вы сохранили много пространства что у нас есть разные фактуры есть здесь замечательные тени есть древесные фактуры мне нравится даже вот это вот травка мне нравится жалюзи на заднем фоне но мне не нравится как подсвечен человек то есть если бы здесь нам каким-то образом удалось сохранить еще и приятный свет на человеке или какой-то любопытный свет но именно вот конкретно сам человек портретно у вас получился некрасиво хотя вот антураж вы подобрали замечательный можно было поискать может быть какую-то другую одежду поискать другой ракурс головы чтобы свет ложился чуть-чуть голову повернуть так чтобы он сложился более лояльно на лицо человека то есть место вы нашли хорошее но вот со светом для человека вы не определились не понимаю об этом кадре ничего течет вода длинная выдержка вода размазалась но как бы это не фотография а птицы вы чем нарисовали хачка внутри считаю что я раньше не видел эту фотографию мы тоже как бы нечего комментировать как бы ну смотрите вот если отрезать эту фотографию без лежащего человека получается такая миленькая пасторальная картинка дерево лохматое водичка течет красивый город 함ead А здесь кто-то лежит не очень эстетичный, ни девушка, ни парочка, а ну какой-то явно ему холодно, дискомфортно, не знаю почему он голый. Ну не складывается кадр, то есть вы соединили непонятного человека с красивым городом и какую историю вы хотели получить, я не понимаю. Как ему плохо в этом городе или как в городе есть голые люди, которые не знают куда себя деть, ему здесь нехорошо. Соответственно и история получается не очень комфортная. О чем фотография? Вот читаю комментарии, ну все по правилам, три плана, диалог, правила. Я не вижу трех планов. Если вы имеете в виду вот эти кустики первым планом, этих людей вторым, а вот это третьим, то это притянуто за уши. Здесь по сути дела есть, не знаю, не сложилась фотография. Несмотря даже на наличие тональной перспективы, объем в кадре не получается. Абсолютно никому не нужен этот кустик, абсолютно никому не интересная бетонная стена, не характерная. Два человека, которые ничем не занимаются и кусты, до которых этим людям нет дела. Это все не соединяется в одно пространство. Бетонный забор не имеет отношения к дальнему плану. Бетонный забор не имеет отношения к велосипедистам. Этот лысый кустик не имеет отношения к бетонному забору и к велосипедистам. Здесь все абсолютно к друг другу не имеет отношения. А также вот эта банальная плитка не имеет отношения также ни к чему. Стилистически ничто ни с чем не совпадает. Что он объясняет лошади? Не обрезайте, пожалуйста, так фотографию. Когда вы снимаете животных на пленэре, пожалуйста, оставляйте вокруг пространства, мы должны видеть, где эти животные находятся. А сейчас у нас пол лошади, пол собаки, обрезанный человек и попа еще какого-то животного. Нет переднего плана, не возникает объема фотографии. Ну, вы пытались найти интересное отражение, интересный момент. Попытка, безусловно, содержит в себе какой-то смысл, но она все-таки не увенчалась успехом. И мне не очень нравится то, что все объекты у нас переходят в правый нижний угол, очень сильно перегружая в эту сторону фотографию. Попытка интересная, но все-таки успехом не увенчалась. Любопытно. Четыре лайка, а мне правда нравится. Вот Игорь пишет, что это минимализм. Да, я согласен, это минимализм. Единственное, я бы поискал здесь другое композиционное решение. Оно тяготеет к квадрату, но здесь нужно делать десятки кадров, по-разному располагая объекты в кадре для того, чтобы добиться уравновешенной композиции. Здесь попытка интересная, место интересное, но уравновешенной композиции добиться, к сожалению, пока не удалось. Вы знаете, кадр выглядит очень искусственным. То есть, нарочитая девушка в летном шлеме с цветами и огромная самолетина, пролетающая мимо. Я не знаю, монтаж это или нет, но вне зависимости от того, монтаж это или нет, выглядит нарочитым и как бы ни о чем не рассказывает. То есть, эмоция девушки не выглядит естественной, поза не выглядит естественной, роза непонятно к чему, шапка непонятно зачем, куда летит самолет тоже не ясно. И в целом, чему посвящена фотография, смысл не читается никак. Не эстетичная фотография чрезвычайная и комментировать ее не хочу. Ну, смотрите, для домашнего альбома очень неплохой кадр. Единственное, я бы оставил побольше места справа, потому что вот этих цветочков должно быть много со всех сторон. Они должны аж вот сюда уходить, а вы почему-то подрезали людей по спинам. Соответственно, лишили нас пространства вокруг ваших героев. А так как герои у вас условные, герои у нас спиной находятся к объективу, то есть к нам, поэтому нас интересует то, что вокруг. А то, что вокруг, как раз вы взяли и отрезали. Ну, вот смотрите, что мы читаем с этой фотографией. Кто там про три попы вспоминал? Здесь, конечно, не три попы. У нас есть мальчик с такой нехилой палкой и есть две попы, торчащие из земли. И как бы мы понимаем, что сейчас этот мальчик по этим попам, ну, мы прослеживаем историю, будет как-то сейчас лупить. И как-то постаральная картинка у нас не возникает. А другого-то момента у вас не нашлось, кроме как палки, которые движутся к двум попам. Потому что этот момент нам не интересен. Вот этот кадр чем-то похож на ту фотографию с самолетом. Очень искусственное пространство. Зачем девушка держит эту камеру? Что она в ней понимает? Нафига у нее на пальце кольцо? Почему она с помадой? Чего она изображает? Она с таким успехом могла взять дрель или отбойный молоток, или смотреть через мясорубку. То есть фотография является некой фикцией, которая якобы нам что-то изображает. Изображение, в кавычках, того, что не существует. Вот этот сюжет не существует, как и сюжет с самолетом. Он фальшивый, он никого не трогает. Масштабно. Четыре лайка, я не согласен. Мне фотография нравится. Мне нравится тем, что есть отчетливый первый план. Есть некая даже перспектива уходящих под воду камней. Есть вот этот вот утонувший мостик. Есть прекрасное теряющееся небо. Единственное, я хочу квадрата. Квадрата и побольше. Вот такого квадрата я хочу. Вот такого. Я хочу, чтобы много этого голубого молока было, много вокруг этого мостика. Оставьте мне больше пространства. Это будет потрясный постер. Сейчас сжатие кадра этими рамками – это преступление. Хотя мне в целом фотография очень нравится. Называется «Я вышел из комы» – фотография. Ну, мне трудно здесь что-либо комментировать. Кактусы тянут свои руки к еде. Ну, давайте, дофантазируйте сами, что находится на этой фотографии. Вы знаете, сюжет этой фотографии мне не нравится. Потому что почему человек в обвисшей майке с синяками на руках и ногах прислонился к машине и на что-то смотрит, вот мне сам сюжет не нравится. Но это неэстетично. Неэстетично и сюжет неинтересен. Устал водить, а сел отдохнуть – неинтересно. Вот тут пишут, была бы тут девушка в развратной позе, было бы куда лучше. Согласен. Да, согласен. Особенно в развратной. Ну, слушайте, довольно любопытно. Это как раз тот интересный случай, когда вот здесь у нас нет первоплана. Фактически у нас здесь на первом плане нет ничего. Но поскольку по цвету синий очень сильно отличается от зеленого, то получается, что объем у нас возникает за счет цветового изменения в планах. Синий, темно-темно-зеленый и голубое воздушное небо. Еще есть такой замечательный пироженка здесь вот в кустах. Поэтому довольно интересно можно маленькую фотографию в рамочку распечатать на стену. Это тот редкий случай, когда не имея физически ничего на первом плане, за счет цвета можно передать ощущение объема. Ну, смотрите, как репортажный кадр это неинтересно. Вы обрезали все интересное вокруг. Как художественные фотографии это не существует. Как фотография в домашний альбом, наверное, можно положить ее в домашний альбом, но это не художественный снимок. Неинтересно. Видимо, единственное, что вас привлекло, это солнце, которое светит сквозь вот этот вот стеклянный павильон перехода. Но это недостаточно для того, чтобы фотография оказалась интересной. Слишком мало. Немного нарочитый кадр через погоны на идущих людей, но маловато. Нужно было сильнее диафрагмировать так, чтобы хотя бы вся девушка попала в резкость. Потому что сейчас у нас в резкости только звездочки и кусочек ее хвостика. А все остальное мы не видим. И это доставляет дискомфорт. Да, человек кормит белку. Вот это тот случай кадра, когда кадр технически выполнен довольно хорошо, но не несет в себе никакой художественной ценности. Потому что не включается наше воображение. Здесь нет никаких элементов, которые бы нам рассказывали какую-либо историю, включающую наше воображение. Сиська белки никак не включает наше воображение. Грязный рукав никак не включает наше воображение. Морщинистая рука никак не включает наше воображение. То есть есть технически исправный кадр, который отражает сюжет, А художественной составляющей полностью нет Белка ест с рук В принципе, соответствует названию кадра Голубь читает газету Ну, вот с точки зрения того, что голубь читает газету Это единственное, что в этом кадре интересно Корова лежит в кустах Ну, смотрите, у вас замечательный сюжет Посмотрите, у вас есть чудесная корова С цепью на голове Здесь есть чудесные синенькие цветочки Ну, так снимите мне, чтобы на первом плане была корова В синеньких цветочках, крупно, красиво Чтоб мы ее рассматривали А на заднем плане была вторая корова Дорога и какие-то деревья Но сейчас у нас эта корова от нас далеко Мы не можем ее рассмотреть И огромный кусок кадра отдан непонятно на что Вот ваш объект, но вы его не отразили Он у вас далеко и плохо читается Так что кадр, увы, не получился Я прокомментировал 50 фотографий Следующие 50 прокомментирую у следующий раз Субтитры сделал DimaTorzok